Тысячь цветов высадят этой весной на бельских клумбах и цветниках, расположенных в разных микрорайонах города. Оформлением занимаются специалисты муниципального предприятия, благоустройства и озеленения. Бельцы украсят яркие разноцветные петуньи, гетис, сальвия и алиссум. Работники предприятия уверены, что цветники будут визитной карточкой города. Светлана Новикова, директор БИО, сообщила телеканалу БТВ, что работы по оформлению клумб, расположенных в центральной части муниципия, планируют завершить ко дню Победы. Закончили цветник у памятника Танк. Сегодня ведутся работы у здания Примарии. И также ведутся работы на улице Дичибал. Это у дворца культуры ПО Реут и в районе мемориала, который там расположен. И завтра и послезавтра, в субботу мы будем работать и будем производить высадку этих цветов. Светлана Новиковова обращается ко всем бельчанам с просьбой беречь красоту родного города и бережно относиться к чужому труду. Не рвать цветы на клумбах и не уродовать цветники. По ее словам, воровство саженцев деревьев, кустарников и цветов в городе происходит регулярно. На восстановление затрачиваются дополнительные средства. Очень много сил было вложено на благоустройство, реконструкцию газонов вдоль улицы Дичибал на промежутке от магазина Салоник, от улицы Ивана Франко и до улицы Колесова. И высажена там живая изгородь прекрасного кустарника Гибискус. Это очень красивый кустарник, который цветет практически в течение всего летнего периода до глубокой осени. Хотелось создать эту радость, настроение для горожан. Но могу сказать о том, что если вы сегодня посмотрите, мы дважды пытались восстановить то, что было украдено. На сегодняшний день мы приостановили это восстановление, понимая о том, что просто невозможно остановить вот эту массовую кражу этого кустарника. И, конечно, очень обидно и очень больно смотреть на эти вещи. Еще раз призываю всех горожан беречь то, что делается большим трудом, то, что достается непросто работникам нашего предприятия. И делается это не для нас, это делается для всех людей, которые живут в этом городе. Я очень надеюсь, что в этом году, в этом плане у нас будет это сведено как до минимума. Кроме уже имеющихся цветников, в городе появятся новые. В районе автовокзала, вдоль выложенного плиткой тротуара и в микрорайоне дачи на пересечении улиц Дичибала и Ивана Франко.